Если каждый позаботится об одном только этом внутри себя, мы сможем использовать наш ум на пике возможностей. Вы не сможете функционировать в этом мире без Личности, но вам не обязательно застревать в единственном обличии. Если носить Личность осознанно, она служит для выполнения своей функции, но вы не становитесь ею. Информация сегодня повсюду. Нас отделяет от неё всего один клик. Ошеломляющая информация буквально повсюду. Как в таких условиях можно сформировать и сохранить свою индивидуальность? Существует ли баланс между тем, чтобы адаптироваться к меняющемуся миру и менять самого себя? Когда мы говорим об индивидуальности или персоне, первоначальное значение слова «персона» — это маска, которую вы носите. Чтобы выполнить определённую функцию, вам нужно надеть определённую маску. Например, ты спортсменка. Когда ты на корте, на тебе определённая маска. Она необходима. Эта маска должна быть агрессивной, чтобы наводить ужас на противника, если потребуется. Тебе нужна такая маска. Дома же ты не носишь такую маску. Ты не носишь её с друзьями. Маска означает, что у тебя должна быть возможность надевать и снимать её по твоему выбору. Сейчас из-за вируса все мы носим маски, хотим мы или нет. Но я говорю о другом. Персона или личность означает именно это. Чтобы выполнять различные виды деятельности, нам необходимо структурировать себя определённым образом. Но через какое-то время, к 30 и 35 годам, люди обычно привязываются к какой-то одной маске. Они не способны её снять. И везде ведут себя одинаково. В таком случае это становится болезненным опытом. Если вы посмотрите на ребёнка, сколько бы вам сейчас ни было лет, когда вам было пять или шесть, на вашем лице всё время была вот такая улыбка, на всё лицо ваша радость была неудержима. Но постепенно лицо становится смертельно серьёзным. Потому что вы срослись со своей личностью. Единственная маска, которую вы носите, прилипла настолько, что её невозможно снять. Мы не должны придавать личности определённую форму. Очень важно, чтобы ваша личность оставалась такой гибкой, чтобы в зависимости от вида нашей деятельности мы могли надевать разные маски. Без маски вы не сможете работать. Без личности вы определённо не сможете функционировать в этом мире. Но не обязательно срастаться с единственной личностью. Ты можешь быть разной в зависимости от ситуации. Только так ты найдёшь себе полное выражение. А иначе застрянешь внутри структуры, которую сама и создала. Это тюрьма, которую вы сами для себя построили. Если вас кто-то посадит в тюрьму, это неприятно. Но, по крайней мере, объяснимо. Но если вы сами заключаете себя в тюрьму, что может быть глупее этого? Но именно это и происходит у 90% людей. Хорошо. Но я бы только хотела спросить. Мы говорим о маске. Но я чувствую, что это касается не только меня. Я знаю, все хотят быть счастливыми, снять свою маску и оставаться счастливыми. Но это зависит и от других людей, с которыми мы говорим и на которых реагируем. И тогда маска опять оказывается у тебя на лице. Что с этим можно сделать? Когда, например, я говорю с кем-то, кто мне не нравится, но мне при этом нужно вести себя соответствующим образом, в зависимости от того, что он скажет. Я могу подумать, да, он сказал то-то или то, но надо быть с ним вежливым. И как реагировать в такой ситуации? Такое очень часто случается у всех, я уверена. Сначала скажи мне, кто этот человек? Нет, нет. Это попадет в заголовки новостей по всей Индии. Нет, нет. Я хочу сказать, что бывает так, что когда мы общаемся с друзьями, иногда мы можем разозлиться на них. Нам может не нравиться то, что они делают. Например, твой лучший друг что-то сделал, и тебе это не понравилось. Но ты говоришь себе, ничего страшного, все нормальное. Ты не можешь сказать ему в лицо, мне не нравится то, что ты сделал. Друзья могут обидеться, вот о чем я. Обычно я говорю все прямо, чаще всего. Несколько раз я сталкивалась с тем, что когда я беседовала с друзьями или другими людьми, я чувствовала, что они неправы, но не могла сказать им это прямо. Иногда я просто не могу сказать этого. Многие не могут сказать какие-то вещи в лицо. Синду, дело не в том, правы люди или нет. Просто каждый человек действует, живет и понимает жизнь в соответствии со своим представлением и интеллектом. Не все могут воспринимать жизнь и понимать ее в одинаковой степени. Если вы понимаете, что люди такие, какие они есть, из-за их собственных ограничений, вы будете стремиться к тому, чтобы помочь им преодолеть эти ограничения, вместо того, чтобы выносить суждения, правы они, неправы, хороши они или плохи. Существует много разных людей. Тебе или мне необязательно должно нравиться все то, что делают другие. Но если носишь маску для того, чтобы выполнять какую-то задачу, внутри ты по-прежнему остаешься собой. Но сейчас проблема в том, что маска так плотно прилегает к твоему лицу, что ты не можешь различить, где маска, а где ты сама. Когда я говорю «маска» или «личность», это означает, что ты носишь ее осознанно. Когда ты надеваешь ее осознанно, она просто есть. Она служит для выполнения какой-то функции, но ты не становишься ею. Не становишься, значит, ты высокая девушка. На каком бы подиуме ты ни стояла, видно, что ты выше других. Но ты не родилась такой. Ты была крошечной и теперь стала такой. Это всего лишь накопление. Тело — это только накопление. Точно так же, как и то, что называют умом, мыслями, эмоциями. Все это — накопление. То, что мы накопили, принадлежит нам, но не может быть нами. Не так ли? Да. Все это не мы. Сейчас эта одежда может принадлежать мне, но не может быть мной. Точно так же и тело, так же и структуры ума. Если мы осознаем это, что есть я, а что не есть я, если каждый уладит в себе одно только это, все это перестанет быть проблемой. Мы сможем использовать тело и ум на пике их возможностей. Вот и все. Особенно для тебя, как для спортсменки. Все, что в конечном счете имеет значение — использовать свое тело и ум, максимально эффективно. Ты и сама замечала это в повседневной деятельности. Но ты спортсменка. И если ты не действуешь максимально эффективно, это сразу же становится заметно. Для других, если сегодня они будут делать что-то не лучшим образом, результат может проявиться лишь через пару лет. Для тебя же это происходит мгновенно, если ты действуешь не на пике. Поэтому тебе гораздо проще заметить, как много раз твои собственные мысли, эмоции, идеи и мнения становились препятствием в твоей жизни. В мире есть множество трудностей и испытаний. Сейчас мы все проходим через очень непростое время. Но ты сама, твои собственные способности, мысли, эмоции и то, как функционирует твое тело, все это не должно становиться помехой в твоей жизни. Это самое важное, что должен сделать каждый человек. Мы не знаем, что мир позволит нам сделать. Это определяется временем, в котором мы живем. Сегодня ты живешь в 21 веке, поэтому у тебя в руках ракетка. Если бы ты жила здесь тысячу лет назад, вероятно, это был бы меч или что-то еще. Я хочу сказать, что делать то, что мы делаем, позволяет нам именно определенное время. И так в наши дни есть и возможности, и испытания. Человек не должен превращать свои тела, мысли, эмоции и энергии в испытания для себя. Если устранить одну только эту проблему, мы сделаем в жизни все, на что только способны. При этом станем ли мы лучшими в мире? Мы не знаем. Это зависит от различных факторов. Но самое важное в следующем, не имеет значения, являюсь ли я лучшим или нет. Но я всегда делаю самое лучшее, на что способен. Я никогда не являюсь препятствием для самого себя.